За низкие цены, достойную зарплату и доступную медицину митингами отмечают в стране праздник весны и труда. А судьи кто? Верховный суд Республики огласил имя председателя процесса над Фарухом Ташбаевым. Водные просторы открыты для пассажиров, границы неба расширились, автобусы пошли по новому маршруту. В Республике начались транспортные перемены. День солидарности трудящихся. В нашей же стране история праздника уходит корнями еще во времена революции. Тогда его впервые признали официально. Проводились военные парады и митинги. Эта традиция сохранилась и до сих пор. Тысячи человек сегодня вышли на улицы Казани. Это представители общественных объединений и политических партий. 1 мая открыла «Справедливая Россия». В 10 утра у памятника Вахитову прошел митинг поздравления для трудящихся. Организаторы планировали собрать около тысячи человек, но пришло немного меньше. А в час дня опустевшую площадку заняли представители Либерально-демократической партии в Татарстане. Они также провели митинг, вызывали к честному труду, чистоте и сохранить национальную идею. Партия коммунистов сегодня провела сразу три мероприятия. В 11 утра у театра Камала прошел митинг за достойную зарплату и пенсию против роста цен на ЖКХ и продукты. Позже участники двинулись к площади Свободы, где провели еще один митинг. Партия «Единая Россия» совместно с Федерацией профсоюзов встретилась у НКЦ. Митинг прошел под девизом «Достойный труд, достойная оплата». А почти в полдень колонны митингующих прошли по улицам Пушкина, Дзержинского, Лобачевского и Кремлевской. С праздником татарстанцев поздравил председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин. Он отметил, что республика сегодня по многим показателям входит в десятку лидеров среди других регионов России. Видимые успехи в нефтехимической отрасли, транспортной, машиностроении, в области инновации и здравоохранения. В этот праздничный день хочу пожелать татарстанским хлеборобам хорошей погоды и доброго самочувствия. Полевые работы в самом разгаре и 1 мая придется встречать ударным трудам. Сердечная благодарность нашим ветеранам, чьими усилиями создан мощный экономический потенциал Татарстана. И, конечно, искренняя признательность тем, кто сегодня трудится на благо родной республики, говорится в поздравлении. И один из тех, кто провел этот праздник в трудах, сотрудники Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. Сегодня они провели рейд по объектам универсиады и заглянули на строящиеся станции метро. Где остались довольны, а где еще есть над чем поработать? В репортаже Василий Хузиной. Станция метро «Ешлек» на декабристов. До открытия 8 дней. В это трудно поверить, но строители обещают успеть к положенному сроку. Хотя, как видно, работы здесь еще много. Нужно уложить гранит, закончить отделку. Также и на Северном вокзале. Кроме строительных работ, еще и монтаж оборудования. Чуть лучше дела обстоят на станции авиастроительная. Под землей работы почти завершили. Осталось все отмыть и навести марафет уже наверху. Это несомненно успеется. Мы, как планируем, 9 мая эти работы будут завершены. Но еще очень много вопросов остается. Сверху вы сами видели это благоустройство. Надо очень аккуратно и технически грамотно укатать все, уплотнить, чтобы провалов не было. Вот этот объем работы еще большой, но он будет выполнен. Благоустройство сверху закончат чуть позже означенного срока, где-то к 1 июня. Но работе метро это не помешает. 9 мая тестовые открытия. А уже с 10-го здесь могут проехать и все желающие. Кстати, поезд через новые станции уже проходил. Число составов увеличат до 20. Ждать электрички долго не придется. В часы пик не более 4 минут. В остальное время 8. Куда двинуться дальше, метростроевцы точно пока не знают. Сейчас окончательных пока решений нет. У нас готова документация на Дубровную. Видимо, будем пока двигаться в ту сторону. А дальше окончательные решения будут уже приняты после того, как оценится весь поток движения. То есть туда, куда стажировый поток будет эффективный. Один километр подземки обходится в 300 миллиардов рублей. Без поддержки из федерального бюджета не обойтись. В планах и другие проекты. Кольцевое движение вокруг Казани так, чтобы метро смогло дополнять наземный транспорт и было удобнее добираться до объектов универсиады. Сегодня глава Минстроя оценил и их готовность. Предстоит и строительство траволатара от станции Кремлевская до ЖД вокзала. Движущаяся дорожка поможет пассажирам быстрее добираться с вокзала до аэропорта столицы. Насляхузнер, Равказ Зеодинов, Вести, Татарстан. Верховный суд Республики огласил, кто будет судить Фаруха Ташбаева. Напомню, его обвиняют в изнасиловании и жестоком убийстве 8-летней Василисы Голицыной. Как сообщил нам пресс-секретарь Верховного суда Татарстана Наталья Лосева, председательствующим судьей в процессе назначен Эльфир Салихов. Среди наиболее громких дел, которые он вел, как судья, процесс в отношениях с главой Верхнеуслонского района Татарстана Александр Тимофеева, который сначала был приговорен к беспрецедентному размеру штрафа в 300 миллионов рублей, а затем этот штраф был заменен на реальный срок 4 года в колонии строгого режима. Именно Салихов также был председательствующим судьем в процессе над группировкой «Перваки», которых судила коллегия присяжных и, к удивлению, многих оправдала. Возьмут новую высоту. Международный аэропорт Казань готовится принять еще больше пассажиров. Сегодня расписание полетов существенно расширилось. Начался второй этап реализации программы региональных перевозок в Приволжском федеральном округе. Появятся дополнительные рейсы в Пермь, ежедневные места он полетов в Киров и Самару. Стоимость билета будет около 2000 рублей. Первое время будет действовать промо-тариф от 500 рублей, по некоторым направлениям 300 рублей. Записаться на экскурсию теперь можно, едва спустившись с трапа самолета. В первом терминале аэропорта открылся инфоцентр, где выдадут карту Казани, посоветуют, где остановиться, поесть и на какой концерт сходить. Консультанты говорят на нескольких языках. Такой центр есть в Санкт-Петербурге, но вот теперь и в Казани. В настоящее время такие туристко-информационные офисы есть в городе Казани. Две штуки на улице Кремлевская и в самом центре в гостинице Тарстан. Кроме этого, туристко-информационный офис есть в городе Елабуга. Планируется открытие туристко-информационных офисов в Свияжске и в Болгаре. И, соответственно, на железнодорожном вокзале. Теперь о водном транспорте. Сегодня в Казанском речном порту открылась навигация. Организовано порядка 10 рейсов вниз и вверх по Волге. Курсировать будут до Свияжска, Печищи и Садовы. Перевозить пассажиров будут Омики. Последний штрих к транспортным дополнениям вносит надземный. Сегодня изменилась схема движения автобусов и троллейбусов. Часть маршрутов вообще пропала с линии, а некоторые сменили курсы и номера. Как ориентироваться по-новому в репортаже. Столичные чиновники хотели изменить транспортную систему давно. Но из-за масштабной стройки дорог и развязок пришлось подождать. Перевозчикам даже без конкурсов продлили договоры. Но срок их истекает. А с 1 мая транспортники работают по другим соглашениям и новым маршрутам. И пассажирам стоит быть внимательнее при посадке. Маршрут номер 5. От вещевого рынка до Левченко. Раньше выезжал на проспект Победы по улицам Фучика и Сахарова. Будет по Зайкиево и Глушко. Маршрут номер 18. Северополюсная Дуслык. В новой сети по улицам Зайкиево и Глушко-Бегичево-Дуслык. На Сахарова не заедет. 83-й. От проспекта Победы до площади Тукая. Продлится до железнодорожного вокзала. Кольцевой маршрут номер 69А. От поселка Мирный до Советской площади возобновляется. Автобусы номер 30 больше не будут заезжать на улицу Мавлютово. Маршруты 57 и 85 решили не возобновлять. 52-й сокращают от Арбузова до Батурина. И это не последнее изменение. Возможно, уже осенью некоторые маршруты закроют за ненадобностью. Открываются три станции метро. Было принято решение, что кардинальных изменений с вводом вот этих трех станций метрополитена в маршруты сеть сейчас не вводится ни одно изменение. То есть мы посмотрим, как пассажирпотоки сложатся и вернемся к рассмотрению этого вопроса осенью. То есть возможно, что сократится количество автобусов на некоторых маршрутах, которые дублируют эту линию метрополитена. Некоторые трамваи и троллейбусы с 15 мая меняют номера. Маршрут 9-й станет 1-м, 7-й, 2-м, 11-й, 4-м, а 13-й, 6-м, 3-й и 5-й не меняются. Кстати, на последнем будут работать новенькие скоростные вагоны. У троллейбусных маршрутов изменений меньше. Только 3-й, 17-й станет 2-м, 20-й, 3-м, а номер 21-й, 5-м. Схема движения у электротранспорта не меняется. Альбина Батышна, Равкадзеидинов, Вести, Татарстан. Сегодня инспекторы пожарной охраны отправились в рейд по дачным участкам. Под прицел попали на дело в авиастроительном районе. Проверили, как проведено электричество, есть ли подъездные пути и как организовано водоснабжение. Подобные проверки выходные пройдут во всех дачных сообществах республики. Нарушителям придется заплатить штраф. И сейчас, когда в Татарстане действует противопожарный режим, они выросли в разы. Подробности у Фируза Насыровой. В праздничный день они на работе. Чтобы продолжительные выходные у татарстанцев прошли без происшествий, сегодня с раннего утра сотрудники МЧС обходят данные участки. Проверяют, нет ли среди садоводов нарушителей правил безопасности. В республике действует особый противопожарный режим. В это время штрафы увеличиваются вдвое. Пункт 1. Садовое некоммерческое общество номер 5. За полчаса найдены десяток нарушений. Так, в случае возгорания пожарная машина не сможет заехать на участок. Путь перекрыл строительный мусор. И к тому же дорога слишком узкая, говорят инспекторы. Председателю выписали предписание на исправление ошибок да на неделе. Если замечания не устранят, придется заплатить штраф. В период особого противопожарного режима штрафные санкции по статье 20.4 по части 2 предусматривают увеличенные суммы штрафов. На граждан предусматривается от 2 до 4 тысяч рублей. На должностных лес от 15 до 30 тысяч рублей. На юридических лес от 400 до 500 тысяч рублей доходят штрафы. Мало кто майские выходные представляют без шашлыков на природе. Жарить мясо на костре тоже нарушение. Если его зафиксируют, сотруднику МЧС придется потушить огонь. Или более того, блюдо на мангале обойдется дороже, чем планировали. Могут и оштрафовать за несоблюдение правил пожарной безопасности. А шашлыки дел тоже нельзя, да? Шашлыки вообще... Из угля? Даже из угля нельзя. Костер запрещено сжигать вблизи 50 метров от любых строений. Только за прошедший месяц пожарные выезжали на тушение травы несколько сотен раз. Потому профилактику проводят еще в апреле. С 10 апреля в республике Татарстан зафиксировано более 400 выездов подразделений пожарной охраны на тушение сухой травы. В ряде случаев огонь перекидывается на здание и сооружение. Может привести к гибели людей. Особый противопожарный режим ожидается до 15 мая. За это время сотрудники МЧС Татарстана намерены проверить все садовые общества. Фируз Насырова, Русем Садриев, Вести, Татарстан. На правом берегу Волги у села Антоновка дали начало фруктовому лесу. За делу взялся один из жителей деревни Ренат Шайхайдаров и повел к своей мечте десятки людей. Прежде чем возродить сады, что были на том месте много лет назад, сначала надо создать условия для будущего первозданного фруктового леса. Для этого за пару дней там посадили 5000 елей, сосен, лиственницы, рябин и ясеня. Помочь энтузиастам приехали из Москвы, Питера, Рязани, Ульяновска и других частей страны. Водой для поливки обеспечила местная пожарная часть. Тех, кто желает посадить свое дерево в растущем лесу, организаторы с удовольствием примут в свои ряды. Можно принести и свои саженцы – дикие, культурные или лесные. В школьное расписание внесли новый предмет у всех российских учеников. Он один и тот же – ОБЖ. Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности провели сотрудники МЧС. Не остался в стороне и Татарстан. Пожарные спасатели приехали в гости к ребятам, а некоторых пригласили к себе. Разматывается веревка. Если человек тонет, вот этими поплавками бросается, значит, конец бросается ему. Круг, жилет и теперь вот и бросательный конец Александрова. Свой кругозор в области спасательных средств эти ребята заметно расширили. Им не только рассказали, но и показали, как обезопасить себя на воде или прийти на помощь утопающему. Он захватывает руками за эти полотки, и то есть вы уже по веревочке на себя тянете уже пострадавшего. И вытаскиваете либо на берег, либо в лодку. Все выяснили, что так как? Да. Хорошо, чтобы не пригодилось, говорят инспекторы Гимс. И все же не учить эти правила себе дороже. В случае чего знания помогут, а возможно и спасут жизнь. После беседы в классе переходят к лекции на воде. Жилеты надевают уже на ребят. Прогулка на катере тоже не проходит даром. Это и приятный подарок ребятне, отреченных инспекторов. И опять же закрепление усвоенного материала на практике. Больше всего понравилось кататься на катере, конечно. Что нельзя, ну, перехлазаться на воде, долго купаться. И нельзя переплывать бульки. Надо отдыхать на воде очень аккуратно, чтобы не солить тоже. Инспекторы примут учеников еще нескольких школ. Встречи пройдут не только в Казанском отделении, но и на базе других филиалов ГИМСа. Также цель данного урока показать престиж профессии спасателя, пожарного. Дети охотно к этому тянутся. Когда спрашиваешь у детей, хотите ли стать пожарным спасателем, дети охотно говорят, да, хотим. Значит, много задают интересных вопросов. Как правильно вести себя на водных объектах, как людей спасать. Очень много интересных вопросов. В некоторые учебные заведения работники инспекции направились сами. Вместе с ними открытый урок УБЖ провели также пожарные и спасатели. Масиля Хузина, Алексей Захватов, Вести, Татарстан. Казань готовится к празднованию Дня Победы. Событий намечается много. Это и открытие новых станций метро, и традиционный парад, и возложение цветов к вечному огню. Начнутся торжества ранним утром и закончатся только после 10 вечера. Афиши мероприятий в следующем сюжете. Основные мероприятия развернутся на Площади Свободы и в Парке Победы 9 мая. Но отмечать эту дату начали уже сейчас. Во всех микрорайонах и жилых комплексах проходят праздники дворов, учреждениях культуры, концерты для ветеранов. В планах более 130 торжественных митингов. Состоится традиционная вахта Победы, которая в каждом районе имеет свою специфику. В целях увековечения памяти участников Великой Отечественной войны дан старт новому проекту «Поколение победителей», в рамках которого в городе Казани создается база документальных фильмов, включающих в себя интервью и фотоархивы. Самый важный и торжественный день 9 мая начнется с возложения цветов в 8 утра на Арском и Архангельском кладбищах, в 9 к Вечному огню, часом позже военный парад на Площади Свободы. В полдень начнутся народные гуляния, привалы, палатки, детские и самодеятельные площадки, гала-концерт фестиваля «Фанфары Победы» и концерт духовых оркестров музыкальных школ. А в 22 часа стоит обратить взоры на ночное небо. Его озарят залпы салюта. Альбина Батышна, Равказий Динов, Вести, Татарстан. Сегодня в Тольятти завершается первый национальный чемпионат WorldSkills. Там принимают участие и татарстанцы. Молодые представители рабочих профессий борются за звание лучших в своей специальности. Тех, кто этот статус докажет, возьмут в национальную сборную страны на чемпионат мира. Пройдет он летом в Германии. Самолетом он посвятил практически всю жизнь. Полюбив их 18, так и не смог с ними расстаться. Ветеран Великой Отечественной войны Леонтий Захаренко. Прошел всю войну. Служил в авиации, перевозил оборудование, технику, переправлял раненых в госпитале. Любовь к небу не прошла и в мирное время. О самолетах Леонтий Захаренко знает все и даже больше. С момента первого знакомства с ними прошло больше 70 лет. Но тот день Леонтий Макарович в деталях помнит до сих пор. Тогда ему было 18. Привели нас на аэродром и самолет всех. Ну, а у меня Леня был Кучерил Кадесит, хороший друг. Значит, мы с ним один за другим посмотрели. А приборная доска, там примерно около сотни приборов. Ну, я вылез оттуда, я говорю, Леня, нам не освоить это. Освоили. В годы Великой Отечественной Леонтий Макарович служил в авиации. Возил технику и оружие, переправлял раненых в госпитале. От работы молодого специалиста, которому не было и 20, зависел успех всей операции. Он отвечал за то, чтобы летательные машины всегда были исправны. Любовь к самолетам не прошла и после войны. Долгое время Леонтий Макарович служил на Дальнем Востоке, в Сибири, на Украине. Работал вместе с маршалом Жуковым и академиком Курчатовым. Тестировал атомную бомбу на все тех же самолетах. Задача полка, в котором я был, состояла в том, чтобы пройти через облако атомное. С какой целью? Узнать, заражаются самолеты или нет. В Казань Леонтий Захаренко переехал спустя десятилетия. Ушел из ВВС, но не расстался с самолетами. Долгое время преподавал в авиационном техникуме. Студенты шедевральной лекции учителя вспоминают по сей день. Звонят, есть студенты ко мне, ну скажем прямо честно, относятся хорошо. И вот узнали, что я заболел, в больнице лежал, навещали. С личной жизнью было, как в известной песне. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. С будущей супругой Леонтий Макарович познакомился, когда приехал в Казань. Тогда ему было 27. Это была любовь с первого взгляда. Вместе они прожили больше 60 лет. Она меня никогда ни на один день не оставляла. Куда меня переводили, туда и она со мной всегда ехала. Сейчас Леонтий Макарович счастливый отец двоих детей. У него трое внуков, есть правнучка. Большая семья часто собирается за обеденным столом по разным праздникам. И неизменно на 9 мая. Так будет и в этом году. И дети придут, чтобы сказать спасибо за то, что отец был одним из тех, кто подарил поколениям мирное будущее. Карина Насруддинова, Адель Миндубаев, Вести Татарстан. И пока это все. Но информационный час на канале Россия 24 Татарстан продолжается. Сразу после выпуска не пропустите эксклюзивное интервью с лучшим учителем республики 2013-го Сергеем Шадрином. Обсудим вопросы образования. В Рунете набирают обороты голосование за достопримечательности страны. Россия 10 – это совместный проект телеканала России и Русского географического общества. По итогам мультимедийного конкурса выберут 10 уникальных географических, архитектурных и исторических объектов. Их копии установят в ландшафтном парке России, что расположится в Московской области. Для участия в конкурсе отобрано более 700 объектов. Самые яркие – памятники природы, архитектуры и культуры со всей России. Каждый из регионов представил на конкурсе все лучшее, интересное и достойное внимания. Символы республики представил и Татарстан. Всего их 11. Сейчас подробнее остановимся на каждом из них. Мечеть Кулшари в особом представлении не нуждается. Ее минореты уже стали неотъемлемой частью Казани. Мечеть была возведена на территории Казанского Кремля в 2005 году. Точнее, его создали на месте разрушенного в 1552 году храма. Высота нынешних четырех миноретов – 57 метров. Восемь полумесяцев украшают главный мусульманский храм республики. Богатое убранство достигнуто благодаря использованию различных материалов – мрамора, позолоты, хрусталя и гранита. Это чудо архитектуры, которое в народе называют каменным цветком, возводилось исключительно на народные деньги. 40 тысяч граждан и организации внесли свой вклад. В общей сложности собрали чуть меньше полумиллиарда рублей. К универсиаде мечеть встречает гостей в обновленном виде. Совсем недавно она открылась после ремонта. Сюда может попасть любой желающий. Единственное требование – головы женщин должны быть прикрыты платками. Голосование в проекте «Россия-10» стартовало 25 марта. Примечательно, что за эти несколько недель среди объектов Татарстана выявились два явных фаворита. Это мечеть Кулшариф, о которой мы только что рассказали, и Раивский Богородицкий монастырь. Количество голосующих за эти две святыни идет почти вровень. Они поочередно сменяют друг друга в лидерстве. И ничего странного в этом нет, ведь оба объекта привлекают интерес людей самых разных религий и национальностей. Раивский монастырь – это особое место, окутанное особой аурой. Раивский Богородицкий монастырь – крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии. Основан в 17 веке отшельником Филаретом. Изначально монастырь деревянный. После крупного пожара в 1689 году начали строить белокаменные стены, возводить соборы и жилые помещения. Непростое время пережила Раива в советскую эпоху, но выдержала испытания. В 1991 году ее вернули Русской Православной Церкви. На тот момент сохранность объектов составляла лишь 16%. За дело взялись всем миром. Пожертвования шли не только из республики, но и из разных концов страны. Сегодня архитектурный ансамбль монастыря – самый величественный и роскошный в Среднем Поволжье. Особую красоту Раифе придает озеро, где по преданиям замолчали лягушки, дабы не мешать монахам. Обители ежегодно привлекают сотни тысяч туристов, среди которых немало представителей российско-политической и бизнес-элиты. Еще один монастырь – топ-листа проекта «Россия-10» – Свиярский-Успенский. Находится в легендарном Свиярске. Как и Раифский, он пережил советский период в непростые времена. Сегодня, благодаря инициативе первого президента Татарстана, Ментимера Шаймиева и стараниям меценатов, монастырь переживает второе рождение. Основан он в 1555 году одновременно с учреждением Казанской епархии. В 17 веке монастырь входил в число 20 самых богатых в России. Древнейшие его храмы – Успенский собор и Никольская трапезная церковь, 43-метровая колокольная – признанные шедеврами русского зодчества 16 века. Особенно ценен для искусствоведов Успенский собор и его фрески той же эпохи. Сегодня, благодаря фонду возрождения, идет реставрация храмов. Восстановлен братский корпус. Еще один объект, который вошел в топ-проект «Россия-10» – Булгарское городище. Место с многовековой историей, ставшее свидетелем встречи разных культур и цивилизаций. Булгар был основан в 10 веке и присуществовал всего несколько столетий. В 14 веке он подвергся разрушительному набегу золотардынского князя Булат Тимура, но был восстановлен. В 15 веке его разграбили казаки Федора Пестрова. После последнего падения города жители покинули его и больше сюда не возвращались. Ныне городище Булгар является известным туристическим объектом. На его территории открыт Булгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. В последние годы внешний вид городища быстро меняется. С 2010 года по инициативе и при попечительстве первого президента татарстана Ментимера Шаймиева в Булгаре ведутся масштабные работы по его реконструкции. Именно здесь находится самый большой в мире печатный Коран. И это не случайно. На этой земле в Поволжье официально был принят ислам. Восстанавливая уникальные объекты, не остается в стороне инфраструктура. Музей хлеба не имеет аналогов в Поволжье. Рядом Ахмачеть, который уже назвали Таджмахалом на Волге. Сегодня история Булгар предмет тщательного изучения. Каждая находка приносит новое открытие удивительной земли. Ну а мы снова возвращаемся в Казань. Сразу несколько объектов топ-листа проекта «Россия-10» находятся в столице. И, конечно, организаторы не смогли остаться равнодушными к Казанскому Кремлю. Нашему Кремлю уже более тысячи лет. За это время менялось обустройство, материалы, из которых он построен. Но тысячелетний дух здесь царит и поныне. Решением ЮНЕСКО он внесен в список всемирного культурного и природного наследия. Казанский Кремль — уникальный комплекс археологических, исторических и архитектурных памятников, возникших и действующих от основания города до наших дней. Сегодня площадь Кремля — 150 тысяч метров. Казанский Кремль — это тот случай, когда говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В пожеланиях гостей столицы посещение белокаменных стен — первый и самый главный пункт. Именно отсюда открывается красивейший вид на столицу. Смотровые площадки, которые оборудовали несколько лет назад, дают возможность увидеть как историческую, так и новую часть города. Примечательный еще один факт. Сразу три объекта, расположенных внутри Кремля, оказались по отдельности в топ-листе проекта «Россия-10». Кроме мечети Кушарифа, о которой мы уже рассказали, это башня Сюембике и Благовещенский собор. Ни один другой Кремль, участвующий в проекте, не может похвастаться таким многообразием топовых объектов. Ну и добавлю, что Казанский Кремль — это музей-заповедник. Впрочем, от Татарстана в проекте участвуют еще три музея. Музей-заповедник Елабуга, Национальный музей Республики, Ворско-Камский заповедник. В топ-листе также площадь Тысячелетия Казани. Для того, чтобы выбрать близкий вам по душе объект, достаточно зайти на сайт 10russia.ru. Сутки с одного компьютера либо гаджета можно проголосовать трижды. Голосовать, кстати, можно каждый день, только общими усилиями один из объектов Татарстана вырвется в лидеры в Приворском федеральном округе. Интернет-голосование завершится 30 июня, поэтому времени не так много. И уж к осени станет ясно копия, какого объекта будет воссоздана в Подмосковье в парке «Россия». Субтитры создавал DimaTorzok